Здравствуйте, друзья! Вы на канале Азбука Груминга. И это наш очередной выпуск рубрики «Груминг от А до Я». Мы продолжаем знакомить вас с базовыми принципами и понятиями ухода за домашними животными, за собаками и кошками. И сегодняшняя наша тема – это чистка ушей. Есть породы, у которых шерсть в ушах не растет. Это очень важно. Если запустить такие уши и чистить их раз в 2-3 месяца, то, естественно, нам обеспечен осид и всевозможное присоединение других воспалительных процессов. Небольшое количество пудры наношу в ухо. Часть этой шерсти можно прям вот пальчиками вот так вот выдергивать. Он более экономичен и, в общем-то, проще на практике в работе. Не обращаем внимания на отросший маникюр. Снимаем в период самоизоляции, карантина. Когда-нибудь будем вспоминать, что были такие времена, когда мы 4 недели уже сидели дома. Сегодня со мной работает Рыжик. Он будет демонстрировать уши. Для ухода за ушами нам понадобится простой набор. Смотрите, прежде всего мы должны с вами собак поделить на два типа. Есть породы, у которых в ушах растет шерсть, помимо того, что есть загрязнение. И есть породы, у которых шерсть в ушах не растет. Это очень важно. По какому принципу мы с вами будем определять, даже не заглядывая в ухо, нужно ли удалять шерсть. И вообще, есть ли шерсть в ушах у той или иной собаки. Смотрите, если это породы с двойным типом шерсти, классическим, ости подшерсток, которые линяют. Например, шпиц, хаски, немецкая овчарка, лабрадор-ретривер. Если вы заглянете в ушную раковину к такой собаке, то там нужно только убрать, почистить лишние выделения, которые там есть. Никакой шерсти вы изнутри никогда не найдете. Есть другой тип пород собак, у которых шерсть имеет бесконечный цикл роста. Например, это пудели, как сегодня у нас модель, бешон фрезе, шицу, йоркширский терьер и другие породы, у которых шерсть не дорастает до определённой длины и выпадает, а растёт, скажем так, бесконечно, пока вы её не отстрижёте. У таких пород собак мальтийская баллонка. Всегда, когда вы заглянете в ушную раковину, изнутри ушной раковины будет расти шерсть. Есть небольшая путаница с жесткошёрстными породами собак. Здесь я не буду давать вам чёткую какую-то градацию. Если вы сомневаетесь, вы всегда можете заглянуть в ухо и посмотреть, есть ли у собаки там шерсть. Существует масса различных теорий, что нужно делать с шерстью, которая растёт в ушной раковине. Есть источники, которые утверждают, что эту шерсть трогать ни в коем случае нельзя, и что если вы начинаете её, например, выщипывать, то в ухе возникают микротравмы, в которых развиваются бактерии, и это, в общем-то, вызывает воспаление в ушной раковине. Есть другая точка зрения, что эту шерсть нужно трогать, но её нужно состригать в длину. В общем-то, наверное, здесь можно дискутировать бесконечно. Я могу только поделиться той точкой зрения, которой придерживаюсь и на протяжении 11 лет отрабатываю на практике с теми собаками, с которыми я работаю. Какую проблему создаёт для собаки шерсть, которая растёт в ушной раковине? Она становится своеобразной пробкой, которая перестаёт пропускать свежий воздух внутри уха. Почему очень часто считается то, что собаки с висячими ушами более склонны к отитам и всевозможным ушным заболеваниям? Потому что из-за закрытой ушной раковины меньше воздуха попадает для проветривания уха. И если у нас внутри ушной раковины ещё и большое количество шерсти растёт, то проветривание не происходит совсем. У многих пород собак, и у ёрков, и у пуделей в том числе, растёт такое количество шерсти, что оно просто наглухо забивает ушную раковину. Там создаётся очень благоприятная среда для развития всевозможных бактерий. И потом мы лечим собакам очень серьёзные отиты из-за того, что просто ухо заросло, и вы начинаете открывать, вытаскивать эту шерсть, а оттуда идёт жуткий запах, и вы понимаете, что там уже воспалительный процесс. Таким образом, я аргументирую вам, почему нельзя оставлять в ушной раковине шерсть. Она должна быть чистой для проветривания, чтобы туда попадал воздух. Если шерсть, которая растёт у нас из уха, мы будем с вами состригать, то волос будет становиться ещё жёстче, ещё плотнее, и такой волос будет ещё сильнее закрывать вот эту вот вентиляцию естественную в ушной раковине. Именно поэтому я придерживаюсь той точки зрения, что всё-таки эту шерсть нужно удалять, не просто удалять, а выщипывать. Когда вы эту шерсть из ушей никогда не стригли, а всегда щипали, она, в общем-то, очень тонкая, такая, знаете, как пух, и она очень легко отходит, не создавая для собаки каких-то очень сильных, неприятных, дискомфортных ощущений. Именно поэтому, когда у нас с вами встаёт вопрос чистки ушей собаки, у нас процесс чистки будет состоять либо из двух этапов, либо из одного этапа. Нам потребуется очень простой набор средств и инструментов. Если у собаки шерсть в ушах не растёт, то мы сразу переходим к шагу номер два, к просто очищению уха. Если у собаки в ухе есть шерсть, то первым этапом мы эту шерсть должны удалить. И сейчас на нашей модели, которая у нас уже легла спать, я вам покажу принципы, как это сделать. Нам понадобится, если у вас собака, у которой шерсть не растёт, то вы сразу переходите к шагу два. Нам понадобится пинцет, у меня это вот такие вот ножнички формата пинцета. Вы можете взять просто обыкновенный пинцет, покупают его не в каких магазинах для грумеров, а в самом обычном киоске, лотке, где продают какие-то лаки, косметику и, возможно, какие-то инструменты для наращивания ногтей и, в общем-то, косметические средства. И большая вам рекомендация – не покупайте дорогие пинцеты, которые идут для бровей с заострёнными концами. Если кончик пинцета будет очень острый, то вы этим кончиком можете травмировать ушную раковину. То есть ключевое требование – это чтобы вот здесь был гладкий кончик, чтобы не было острого, наточенного такого края, как для бровей. На самом деле процедура выщипывания из ушей шерсти, она не так болезненна, как для девочек тоже, например, выщипывания бровей. И если я работаю в рамках груминг-салона, то мне обязательно понадобится стерилизатор, которым я от собаки к собаке этот пинцет обязательно обрабатываю. От одного животного к другому из ушей мы можем перенести всякую разную заразу. Именно поэтому важно, как только мы почистили ухо, у нас это до автоматизма отработанная процедура, мы сразу же дезинфицируем. Вопрос дезинфекции инструментов оставлю вам ссылку в описании. У нас есть целое видео на канале, где мы подробно рассказываем о том, как и чем можно эти инструменты продезинфицировать. Что ещё нам понадобится? Это ушная пудра. Это специальная ушная пудра для удаления шерсти из ушей. У меня сегодня биогрум в руках, это может быть шоу-тач, что вы найдёте в магазинах, то вы и купите. Для чего нужна пудра? Во-первых, она улучшает сцепление с волосками, которые изнутри уха. То есть выделение из ушей, вот этот воск, ушная сера, она очень жирная. И если вы начнёте просто пинцетом тянуть шерсть, она будет проскальзывать. При помощи пудры, первое, повышается и улучшается сцепление. И второе, она обладает обеззараживающим, успокаивающим эффектом. Как раз таки для того, чтобы не создавать микротравмы внутри ушной раковины, из-за которой потом может возникнуть какое-либо воспаление. Мне ещё понадобятся ватные диски и, Режуль, можно мы тебя побеспокоим? Ватные палочки, я себе их сразу с запасом приготовила. И второй шаг, это будет гель для чистки ушей. Я люблю использовать именно гель, а не жидкий лосьон, потому что он более экономичен. И, в общем-то, проще на практике в работе. Сейчас покажу. Ну что, переходим к практике. Я даже буду стараться Рыжика нашего не будить. Конечно, когда он поймёт, что ему светит, то он у нас проснётся. У него уши чистятся регулярно. Итак, если мы с вами посмотрим в ушную раковину, у нас небольшое количество шерсти, потому что этой собаке я чищу регулярно. И небольшое количество выделений. Первый этап, что я сделаю, я возьму пудру и небольшое количество пудры вот таким вот образом наношу в ухо. И нам сразу становится видно всю шерстку. И сейчас вот это Риша. Не позорься. Собачка сразу у нас проснулась, а то он всё спал. Показалось, что она всё-таки живая. Когда у вас большое ухо и у вас растёт здесь большое количество шерсти, часть этой шерсти можно прям вот пальчиками вот так вот выдёргивать. А вот ту шерсть, которая изнутри, я уже не могу достать пальцами. Или если ушко у собачки очень маленькое. И здесь нам потребуется пинцет. На самом деле больше щекотно. Видите, я не прикладываю каких-то очень сильных усилий при выдёргивании этой шерсти. Она как пух, как паутинка выходит. Вот здесь будет чуть-чуть плотнее. И будьте очень внимательны, как следует, раскрывайте ушную раковину, чтобы когда вы будете пинцетом зажимать и удалять шерсть, не подцепить хрящик, не подцепить кожу самого уха. Вычищаем, убираем всю шерсть начисто. Всё, 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 малыш. И у таких собак, как пудели, конечно, большое количество растёт вот там изнутри. Ну, в общем-то, всю шерсть, которая нам мешала, мы убрали. Можно чуть-чуть прибрать вот так вот прям пальчиками пух, который вот здесь на ухе растёт. Видите, он даже совершенно не реагирует на меня, потому что она здесь вот буквально как солома сухая. Она сама отваливается, я даже усилий никаких не прилагаю. Но ушко должно быть чистенькое и гладенькое. Сделали. И теперь мы переходим к шагу номер два. Мы берём гель и небольшое количество геля наносим непосредственно в ухо. Для среднего размера собаки достаточно одного нажатия. Для крупной собаки нужно будет 2-3 нажатия. И для совсем маленькой можно буквально половинку нажатия. Если вдруг вы переборщили с гелем, не переживайте, остаток геля всё равно выйдет, потому что собака будет трясти головой. И, в общем-то, если после чистки ушей собака трясёт головой какое-то время, ничего страшного, нормально. Её немножечко щекотно и раздражает процедуры, которые ей производили. А жидкий лосьон у него будет больше расход, и его не очень удобно заливать в уши, потому что он будет растекаться. В этом отношении гель всё-таки удобнее. Нанесли, закрыли ушную раковину и пожмякали. Вот оно там, слышите, прям хлюпает. Именно поэтому я говорила, что гель гораздо практичнее. Обычно я ухожу на второе ухо, пока что вычищаю, чтобы гель здесь поработал. Но мы будем с вами на практике смотреть только одно ушко, поэтому я перейду сразу к удалению остатков геля. Если собака без шерсти изнутри уха, то значит вы просто нанесли гель и излишки убрали при помощи ватного диска. Итак, мы берём ватный диск и собираем всё то, весь тот гель. Во-первых, остатки пудры выходят. И во-вторых, гель, который обезжирил вот эту всю гадость, которая была у собачки в ушах. Смотрим, берём ватную палочку и достаём то, что мы не смогли достать сразу при помощи... Тихо-тихо, щекотно. Бывает, что вы начинаете чистить уши собачки, а она прямо начинает задней лапкой так тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук молотить по столу. Мы при помощи ватной палочки вот так проходим всё ушко и вычищаем, чтобы там ничего не осталось. Вот, видите, сколько гадостей. Оказалось, что в общем-то у собаки в ухе ничего нет. вот в общем то и все смотрим наше ухо стало чистое наше ухо стало чистое и у нас не осталось ничего что будет вызывать раздражение неприятные ощущения у собаки такую процедуру для своих личных собак я провожу раз в 3-4 недели то есть ему чистили уши три недели назад там уже достаточно много загрязнений поэтому когда говорят что порода склонная к образованию например отита и к болезни заболеваниям ушей то это всего лишь означает что таким породам нужно постоянно чистить уши и следить чтобы они были в незапущенном состоянии если запустить такие уши чистить их раз в 2-3 месяца то естественно нам обеспечен отит и всевозможное присоединение других воспалительных процессов важный момент почистить таким образом можно только не воспаленные уши если вы видите что ухо хлюпает внутри до того как вы начали чистить и залили гель если вы видите что кожа изнутри отекшая покрасневшая растрескавшиеся если там чернота такая что вот там мокнущая густая чернота с такими ушами нужно обратиться уже не грумеру а к ветеринарному врачу чтобы он назначил лечение скорее всего у вас не просто загрязнение уже какой-то воспалительный процесс в рамках груминг-салона мы практически всем клиентам которые приходят к нам на процедуры обязательно вычищаем ушки делаем это до мытья потому что при очистке уха мы можем запачкать шерсть запас запачкать шерсть на мордочке либо украшающая шерсть на ушах для того чтобы отдать клиенту собаку в готовом фильм финальном красивом виде чистку ушей когда клиенты приходят салон мы производим до процедур мытья на сегодня это все друзья не забывайте подписываться на канал ставить большой палец вверх если вам нравится наше видео и конечно делиться потому что наша ключевая цель это популяризация культуры ухода и содержания собак и кошек в наших домах у наших клиентов я делюсь знаниями с вами вы делитесь с окружающим миром